Будете смотреть на улицы и наслаждаться под музыку, да? Yes of cost. Девочки, я скупнулась в бассейне. Батюшка тепленькая, класс. Глазки закрыла такая, сидит, загорает. Ой, смотрите, джакузи под открытым небом. Какая красота, Сеня. Вот эти вот кустики тут посадили, как-то так облагородили. Давно ты не выбиралась из своей перлоги. Да. Всем доброе утро, девочки мои. Хотя уже не совсем утро, уже 12 часов. Мы сегодня собираемся в спа с дочкой и, наверное, Кристина тоже будет с нами. Вот, я уже спустилась, сейчас за мной заедут, заберут меня и мы поедем. А вечером сегодня у меня внепланово Настя будет, потому что сейчас все в отпусках и Наташа там сегодня замещает. В общем, до детского сада у нас есть свободное время. Я надеюсь, мы неплохо проведем время. Я одену сегодня новый купальник. Мне он нравится, я его сегодня приодела так. Неплохой, недурно, недурно. Не стала брать я свою вот эту шляпу с полями, потому что я думаю, что если мы будем плавать в открытом бассейне, вот эти поля мои будут мокнуть. Нашла, у меня там есть одна панамка, смешная, и кепка. В общем, я выберу либо кепку, либо панамку одену. Взяла и то, и то. Взяла солнечные очки. Ну, в общем-то, больше ничего дочка сказала брать не нужно. Там все есть, а что-то она там возьмет. В общем, жду. Должна уже скоро подъехать. Сижу в тенечке под деревом. Душновато. Ну, по крайней мере, солнце не палит. Хорошо. У меня сегодня, так сказать, СПА-день. Как сказать, расслабленный день, день на расслабоне. Вот так лучше я скажу. В общем, я уже так сижу. Ветерок меня обдувает. Хорошо, что ветерок есть. Я кайфую, сижу уже, отдыхаю. Уже начала отдыхать, еще не доехав до СПА. У меня уже такое, знаете, настроение отдыхающее. Сначала нам надо было куда заехать еще. И что? И что? Всем привет, скажи. Всем привет. Мы сравниваем камеры. Кто мне красивее. В какой камере красивее. Слушай, ну, у меня тонов теплых, наверное, больше. Да? У тебя больше холодных. А ты что-то включила? Фильтр, наверное, насыщенный? Во-первых, не я включала, а ты мне тут настраивала. У меня был до этого включен, кстати. Ты же знаешь, что я настраивать это дело все не умею. Поэтому настраивала мне ты. Мне не нравится желтизна, которая была. И я убрала этот фильтр. Ну, так розового добавь, и все будет хорошо. Тепленького, тепленького. Розовых тонов. Розовых тонов. Мне наоборот не нравится желтизнам. У тебя больше серо-желтых. А у меня... Каких серо-желтых? А что, мы не поедем по Аксайскому, не лучше? Нет, нам надо заехать еще в одно место. А-а-а. Набрать новые косметики. Ясно, ясно. Да. Ну вот, в общем, что, девочки, едем мы в СПА. На свой влог снимаем. Вдвоем с дочей крестик пропускает это мероприятие. Что-то... Вот. Ну, прекрасно отдохнем вдвоем. Ты настроена на отдых? Как настроение? Я настроена, мама. Я взяла вообще шляпу. Посмотри. Посмотри, как у шляпы взяла. Я видела, да, посмотрела. У меня, кстати, такая же почти... Сфоткать меня. Вот. И я еще взяла такое платье туника красивое. И купальник красивый. Ну, я тебя, наверное, сфоткай уже там. Ну, конечно. Оденешься это делать. Не в машине. Конечно, зафоткаешься, да? Так нет. Зафоткаешься. А я с... У тебя красивый ракурс. Да. Я с полями не стала брать шляпу, потому что я думаю, если там плавать под открытым небом, то тогда... Что тогда? Шляпа намокнет. Я взяла панамку, взяла кепку. Думаю, что-то из них я примерю, что мне больше подойдет. Вот. То и... Ну, то и одену. Может, и то, и другое одену. Все одену. Все одену, и то, и другое. Все оденешь? Да. Наденешь все. Да. И наденешь. И оденешь. Да. Ну, в общем-то, я хотела что, поснимать дорогу. Я думала, левый берег поснимаю. Ну, поснимаю уже потом, да? А мы сейчас через центр ездим. Через центр, центр поснимаю. Центр поснимаю. Редко через центр ездим. Да. Ладно, ну, где-то, может, музычку буду вставлять. Если нам нужно будет, захочется, тут просто музыку включить или поболтать о том, и все. Просто тогда будете смотреть на улицы и наслаждаться под музыку. Да? Yes, of course. Of course. Of course. Ты когда монтировала в прошлый раз, ты поняла, о чем речь была на английском языке? Нет, конечно. Серьезно? Ну, я же не знаю переводов. Мам, ну, у меня уровень elementary, начальный elementary. У меня уровень 0, zero. Мне кажется, что все должны понимать. А ты какого в школе учила язык? Ты спроси, сколько лет назад я его учила. Давай, сколько лет назад и какой язык ты учила? Школу я закончила в 78-м году. К чему ведет? В 8-й класс. И английский учила на троечку. Практически не учила. Ну, ты знаешь хоть какие-нибудь слова на английском? Ну, слова какие-то знаю. Речь я вот так перевести не могу. А вот интересно, какие слова ты знаешь на английском? Pen, pencil. Что значит? Good morning. Ты знаешь, что значит эти слова? Как она еще у нас урок начинала? Ой, блин, забыла каждый день то, что повторялось, да? Good morning. How are you? Who's on duty today? Ну, то есть подежурность сегодня. I'm on duty today. What is your name? My name is... Ля-ля. Ля-ля. Мама че? Потом она что-то еще спрашивала. Ну, вот это вот то, что каждый день одно и то же я помню. Ну, и потом вот это... Не помнишь. The pencil, the pen, the table. The cat, the dog, mother, father. Ну, короче, вот... Family. Я не помню, она немецкий уклон какой-то. Mother, father. Ну, я это по-английски не разговариваю, не практикую. Поэтому что? Поэтому вот так, вот такой у меня английский. Да, нормально, по-приводу. Да. Слушай, я вчера была вот там вот в этой вот в конторе, вот в Шарашкиной. Вообще жесть. Там такое скандалище было по-спортистски. Ты не создала скандал? Не, я сидела как мышка в сторонке, потом уже, знаешь, думаю, надо хоть чуть-чуть снять. Ну, я людей не снимала, лица. Чисто скандал. Чисто так вот, ну, как бы вниз камеру направила, чтобы атмосферу люди почувствовали, что там творится. Ну, мало того, чтобы полтора часа я там просидела. Я в Сбербанке больше часа просидела. Мне дали в итоге, да? Мне дали. Потом я же поехала в бухгалтерию, мне сказали, не нужна, это мы не будем перерасчет делать. Мы сделаем вам, да, мы сделаем вам вот с этого месяца. Только, говорит, нужна справка о составе семьи, пойдите к вас в спортистке, с трех часов работают. Я поехала домой, потом вернулась к трем часам в спортистке. Ты рассказывала этой девочке? Да, и там такая... А что ты им еще раз рассказываешь? Такая очередища была. Ну, в общем... Выключи мне, расскажи. Скандал и все. Я тоже слышу. Да. Ладно, выключу и включу потом попозже, когда будет что-нибудь поинтереснее. Ну, будет что поинтереснее. В центр заедем, я хотя бы дорогу чуть-чуть поснимаю, девочки. А то давно я вам дорогу не снимала. Вам кому-то нравится, пишите, снимайте нам город, покажите нам улицы наши и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, заболталась я и переехали мы мост уже, дом переехали. Сейчас мы уже на левом берегу, заворачиваем. Я хотела же вам дорогу поснимать. Ну, в общем-то, чуть-чуть поснимала, чуть-чуть не поснимала. Потому что с дочкой поболтать захотелось, да? А то так сильно по телефону не наболтаешься вроде, ты по отцам. Ну, чисто по делу. Мы чисто по делу обсудили то, сё, другое, всё нам нужно. Вот. Потому что мы, чё, мы отдыхаем, да? Мы пообщаться, вот, решили, захотели. Всё. Что-то тут новое. Я, кстати, смотрю твои влоги с удовольствием, где вы там и на Дону были, на Зелёном острове были, на Солёном озере были. И там, и сям, везде. С удовольствием смотрю, мне интересно. На Зелёном кайф вообще. Кайф, кайф. Я посмотрела последнее видео, как вы там машину, чёрт-те где, запарковали. Ну, а больше мы поздно уже. Шли по солнышку. Так, дело в том, вы вечером уже в седьмом часу оттуда ушли, Дону. Да я бы это всё не вывезла, ты чё. По солнцу идти, столько часов находиться там. Тем более там ни деревьев спрятаться, ни где. Сама тебя не ожидала. Вот. Так что, не-не, я уже всё. Я уже такой, это для детей, для молодёжи, но уже для меня нет. Надо просто пораньше ехать. А я в это время дома, под сплетом. Надо раньше ехать, часов в восемь, например, поехать. Я не могу долго находиться в местах. Ну, представь себе, я приехала в двенадцать, мне бы в час захотелось бы уже уехать. А я тебе говорю, тебе надо к восьми приехать, а в двенадцать уехать. Или в одиннадцать. Ну, к девяти приехать, два часа побыть и оттуда уехать. Да. Да. Ну, дело в том, что купаться я не хочу, загорать не хочу. Зачем мне туда ехать, вопрос. Ну, да-да-да. Вот в том-то и дело, поэтому никуда я не хочу. Вот в спа это уже другое дело. Там уже как бы по-другому. Ну, какая? Ну, там всё по-другому, да. Там нормально, комфортно. О, арена наша, ареночка. Ля-ля-ля. Да? Красота. Это ж мы были здесь когда? Зимой, да, мы ездили? Зимой в спа были? Луты, да-да. Ну, я просто ещё деревья не зелёные вроде были, да? Я не помню. Ну, я снимала дорогу, тут было всё вот такое, зимний пейзаж. Я уже пару раз после этого была здесь. Или три даже. Три или раза. Да. Ну, ты дорогу не снимаешь, потому что ты за рулём, тебе некогда снимать. Значит, я поснимаю. Снимаю. Красиво у нас тут на левом берегу. Красота. Голубая волна. Костиничный комплекс. Там тоже здорово. А где-то мы с тобой были, да, в каком-то таком? Тоже есть, Ренат. Ну, ещё давно, ещё давно. Ещё дыньки не было когда вообще. Да, уже не было. Да, где-то мы с тобой отдыхали. Так, ну всё, всё, едем. Итак, мы приехали. Ты рада, я рада. Да, жарко, ужасно. Машинку поставили на солнышко, потому что в тенёчке всё занято. Ну всё, мы пошли и выходим. Ой, как тут красиво, да, девочки? Смотрите, цветочечки, цветочечки, клумбочки. И тут цветочки висят. И узорчики. Султан, спа. Вот куда мы прибыли. Вот такие цветики. Теницветики. Так. Так, маску надо одеть. Написано, вход без маски запрещён. Здравствуйте. Ой, как тут прохладненько. Хорошо. Всё. Красиво. Всё. Смотрите, как тут красиво. А вот там я не была. Царские, царские комнаты прямо. Красивый интерьер такой. Взорчики везде, тавилочки. Вот как тут здорово. Тихо пахнет, пахнет, пахнет спа, салончиком. Вот, новая раздевалка. Красивая такая, смотрите, раздевалочка. Да, девочки. Смотрите, какая. О, лечить красивый. Классно. Что, сейчас? А халатик. Ну, так сейчас надо всё взять. Ой, здесь в раздевалке ещё есть вот такие красивые душики. О, как красиво. О, смотрите, какой душ, девчонки, интересный. Вот это, да, зеркальный прямо. Да, прямо. Мы были, когда в тот раз, и такого не было. В море с другой раздевалки была другая там красота. Ой, смотрите, джакузи под открытым небом. Какая красотенья. Тут ещё вот кафешка открытая есть. Ой, смотри, женский отдых. Чисто женщины отдыхают. Мужиков тут нет. Так, и вот открытый бассейн такой вот. Такой, ух ты, хорошо так. И вот она, шутка, прикодон, шезлонги. Можно идти туда загорать куда-нибудь. Так, интересно, где дочь сейчас найдёт нам местечко. Я, конечно, загорать не люблю. Ну, дом. Вот это напротив как раз зелёный остров. Он так близко тут находится, интересно. О, город. Город, дома. Такая красотень. Вот такая вот красотень. Здорово. Я на носочках стою. Ну, чувствуется. Чё, кайф? Она тёпленькая. Тёплая? Ну, кайфуй. Ну, кайфуй. Вот так вот можно и загорать. Только я загорать не хочу. Девочки, я скупнулась в бассейне. Батюшка тёпленькая. Класс. Не, вообще было бы всё здорово. Вот прям всё было бы здорово, если бы людей было поменьше. Потому что шезлонги, которые в тени, там только вещи люди положили, полотенчики. Вроде как бы позаняли, но никто там не сидит. А я бы вот там посидела бы и посмотрела бы на всю вот эту красоту. Те, которые вот там подальше, там занято всё. На солнце я больше двух минут не выдержу. Потому что я не загораю, солнышко избегаю. А тут прям кровати. Вау, как здорово. Просто лежишь как будто на кровати. Балденешь. Подушечки, матрас. Да, супер. Ой, а там тоже. Сейчас посмотрим. Здесь просто шезлонги. Ну, под таким вот навесиком. Там вообще. О, как здорово. Как здорово. Цветочки. Люди отдыхают. И с той стороны тоже кровати. Тоже в тени. Классно. Классно, классно. Кайф. Кайф. Только тон, конечно, грязный. Очень грязный. Ой, девочки, смотрите, как здорово, да? Вообще, конечно, город расстроился. Вот такие большие дома. Вот я только... Я в прошлый раз тут была. Я их не видела. А, в прошлый раз мы когда были, это были прошлым летом. А до этого, вот зимой, конечно, мы сюда не доходили. Я не доходила сюда. Вот так все это выглядит сейчас. Видите, еще что-то строили. Прямо веренную. Вот, ну, такая вот водичка. Конечно, водичка. Не очень. Все, класс. Много, конечно, тут мест, которые вроде заняли, но людей нет. Они где-то там купаются или где. Просто позанимали и все. Пока мы там ходили, нам принесли уже еду. Это паста с креветками. А вот это что это? Морс? Махита клубничная. Ну, у дочки то же самое. Одинаково мы завели еду. Сейчас будем кушать. Чем там моя звезда занимается? Надо пойти посмотреть. Загорает сидит. Глазки закрыла такая. Сидит, загорает. Кайфует. Вы, народ, девочки. Народу какой кошмар. Много людей. А, как вот пойти, я не знаю, поплавать. У меня ж тут места нет вообще. Бассейн. Бассейн маленький чересчур. А мне нравится. Дочка говорит, я недовольна. А я всем довольна. Я знаешь, когда была недовольна? Надо, чтобы ты была довольна. Когда стояла в очереди по-спартистке. Вот тогда я была недовольна. Ну, это тебе точно не очередь по-спартистке. А мне здесь нравится. Здесь хорошие. Ну, могло бы быть лучше, но тем не менее, все равно не плохо. Ага, все-таки лучше могло бы быть, да? Иди сюда, моя крошка, иди, иди, моя крошка. Вывезла мамочка на отдых, да? Я пошла по хламбле. Ой, я думала, здесь стекла. Стекла убрали. Девочки, смотрите, какая красота. Да, я когда была здесь зимой последний раз, тут был ремонт. И я вам эту красоту не снимала. Тут елочки, смотрите. И вот это вот прямо джакузи. Я хочу сюда сейчас залезть. Смотрите, какие кустики. Бижаночки. А на втором этаже там такая есть верандочка. Ну, правда, сейчас там солнце светит. Там посмотреть можно пейзажик. Смотрите, какие тут высажены диковинные разные растения. Классно, красиво, да? Как вообще выложены такие интересные растения. Давайте посмотрим, пройдемся по кругу, посмотрим, как тут эти цветочки. Вот здорово, да? И вот среди вот этой всей красоты, шезлонги, елочки такие маленькие. Плиточка. Вот такая красота. Это что за растение? Не знаю, как называется. И вот так все красиво высажено. Вот она я в купальничке стою. Видно меня в отражении. В общем, здорово здесь, здорово, красиво. Возле бассейна вот такие камни. Это что за растение такое? Классные растения, да? Красиво. А пахнет здесь, знаете, как пахнет на море. Я помню, я была на море еще в детстве, когда. И вот такой запах, который исходит от какого-то из этих растений. Напоминает мне пионерский лагерь еще даже. Какое же из этих растений так пахнет, здорово? Может быть, вот этот кустик. Может быть, кипарисики вот эти. В общем, девочки, я опускаюсь в этот вот, как это сказать? В этот шторм. Уже кумилал. Ох, как булькатит синий. Не-не-не-не. Так, что ты кумилал? А, тут сиденье есть. Прикольно. В общем, девочки, недолго я была в этом джакузе. Скажу я вам, ну, мне не очень-то понравилось этот джакузе. Так что, тем более, очень много людей. Тесноватенько. Доча еще там сидит, а я уже вырезалась. Мне тут хорошо. Пойду посижу там. Поотдыхаю на диванчике. Девочки, мы поднялись на второй этаж. И тут тоже лежаки, тоже люди отдыхают. Ну, тут открывается вид. Может быть, даже поинтереснее. Сейчас посмотрим. Вид сверху. Вид сверху на бассейн. Вот он. О! На все можно посмотреть сверху. Вот так вот все это дело выглядит. Город. Катер. А там все занято. Вот там вот на бассейне, у стеночки, вот там вот у стеночки висит бумажка. На ней написано, соблюдайте дистанцию. В бассейне плавать не больше пяти человек. А в этот момент, когда плавала там я, я насчитала 20 человек. Нормально? Ненормально. Ну, что делать? Жара. И всем хочется окунуться. Не знаю, как долго можно на солнце находиться. Хотя молодым все равно. Я тоже когда-то была молодая. Я могла и уснуть. И сгореть. Здесь вот тоже лежачки. Я тут. Тут. Фотосессии. Фотосессии. Давай. Сессию давай. Давайте сессию, пожалуйста, девушка. А, на ваш телефончик? На 8. Я думала, на мой. Ладно. Яна отдыхалась. А ты, моя дорогая? Я еще не. Еще чуть-чуть. Надо еще одну зажать. Ну, давай, иди. Позагорайся. А ты мне нужна. Опять, тетя. Может, у меня хочется солнце вытянуть? Там жало. Ну, ладно. Хорошо. Ну, еще немного. И потом пойдем уже в душик. Лучше в душике покупаться. Вода в бассейне, девочки, стала нереально теплая. Как будто я в луже сейчас плаваю. Такое ощущение меня, честно говоря. Ну, вот как можно было вот такой красотой здесь сделать. Вот там все красиво. Даже люстрочки, даже потолочек. Спасибо. Всего доброго. Так, все. Идем на выход. О, святулечки какая-то. Какая красивая ваза стоит. Ваза дорогая. Все, девочки, на выход. Ну, как вы отдохнули лично? Ой, мне кайфово. Вот после душа мне просто сто процентов кайфово. В душе лучше, чем в бассейне, скажу вам, девочки. Да, потому что в бассейне тепло очень. Фух, девочки, на улице асфальт, жара, жарища, жарко. Я не знаю, что еще сказать. Жарчей не бывает. Короче говоря, давай эту сумочку оставлю. Не-не-не, я-то что, мне дурно. Я подожду. Остуди на четверочку прям поставь. Выйди тоже постой, не знаю. Я все волосы решила собрать. Заколочки хорошо, что у меня есть. Прям вот это все подобрала. Потому что просто вот, девочки, прям не знаю, прям течет. Я вот это вот в душа вышла. И все, я решила, соберу кайфово волосы. А выходные будет еще жарче. В субботу и воскресенье на 2 градуса больше будет, чем сегодня. Вот так, да. Представляете? Красиво я на зеленом фоне, да? Смотрю, с вами ничего. Фотография будет неплохая, да? Тогда к психологу это, чтобы вам не весло. Потому что это же ваши проблемы, если вас режут. Правильно? Это же ваше ухо. Ваша проблема. Это не лоруна? Ухо режут. Я не знаю, что это за болезнь. Что это за болезнь, когда режет ухо? Я не знаю. Это к лоруна. Нет, это к психологу надо. Подожди. Психолог занимается душой. Так это же с головой что-то, если у человека ухо режет, когда он слышит какую-то речь. Откуда ты знаешь? Может у него в прямом смысле ухо режет? Неправильное ударение там или что-то. Не недооценивает резание ухо у людей. Может там все реально режет? Вот такой домик. Может там клещ какой-нибудь. Это что, ресторан? Или что это за дом? Чей-то дом? Левобережный парк культуры и отдыха. А, это вот отсюда тогда заходят? Да, когда туда? Я там, кстати, не была ни разу. Ты в кусок? Нет. Я в этом парке, я не была ни разу, да. Я здесь была когда? Когда мы через Ворошиловский мост переходили пешком, либо переплывали на катере, такой специальный катер, туда-сюда ходил. Ну, это еще по моей молодости было. И все. И тут был просто такой вот пляж, как на Зеленом острове, только побольше. Тут очень классно. Да, я даже не знала, что на Зеленом зеленый культурный пляж. Ну, видишь, все культуривается. А я жила в дикой стране. Дикие пляжи были. Люди были дикие, но простые. Дикая страна. Общительные. А сейчас тут все не общительные. Кроме тех, кто общается уже с Томой. Ой, или красиво как. Дома, дома. Ля. Ля красиво. Ля красиво как. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ой, а вы часики на домике. Ля. Да, какие домики красивые. Да. Люди все сокращают. Ля. Это как бы посмотри, посмотри, сократили до глянь. Глянь, сократили до гля. Гля сократили до ля. 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 Ля, 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 часики, ля, часики. Не, ну это уже смысл глядь. Поэтому ля, наверное, такая штука. Да, ну ля и так все понимают. Ля это глянь. Ля это гля. Ой. Ля это ля. Все непонятно, что такое ля. Не но, то же ля. Ну даже. Ну даже. Вот, кстати говоря, знаешь, о чем Алик в прежнем говорит? Что у, ну, американцев, у них не такой прям язык английский-английский, как у нас учат, да? Да. В школе там или где-нибудь еще. В школе учат британский. Вот. Ну, короче говоря, даже курсы какие-то пройдешь, все равно ты американца, блин, не поймешь. У них свой там лексикончик, да? Да, не приводит. Вот. И это мы еще... И это не только в американском. Так они между собой, они там лялякают на своем лексикончике, так же, как и мы, русские. Да. Это практически в каждом штате вообще. Это не только Америка и Британия. Это в каждом штате свой лексикон. Вот я на Маньку, когда я летала, и тоже вот нас учили британскому. Английский преподают везде британский. Правильный, да, как изначально. Знаешь, как вот русский язык, классики, да? А понятно, что не будут учить флэнгу, да, во всем другое. И я помню, что я приходила со школы, начинала ее практиковать со своими друзьями, которые говорили по-английски, именно на Маньке, которые что-то. Они вот со мной спорили, например, там, бергер или... Бергер. Бергер. Бургер, да, там. Бергер или бургер. Вот, то есть вот сначала, да, или там, герл нас учили девушку, герл. А мне говорили, герл, герл на Маньке правильный. В общем, короче говоря, я хочу сказать, что я специально говорю неправильно по-русски, чтобы меня не русские не поняли, потому что я зашифрованно разговариваю. Чтобы тебя русские не поняли, а не русские тем более. Ой, ну, а вот как раз-таки русские меня поймут, понятно? Нет, исконно русские, русичи. Исконно русские меня поймут. Русичи старые. Мам, давай на древнерусском разговоре. Нас русичи поймут. Казаки донские. Ой, а вот тут я не видела, смотри, как красиво сделали. Клумбочки тут стало и больше. Была просто площадка и все дела. Вот эти вот кустики тут посадили как-то так, облагородные. Давно ты не выбиралась из своей берлоги. Да, да. Там качественно. Да, вот видишь, вот так вот из берлоги вылезешь, глядишь, мир изменился. Вот, а тут кустики появились, какие-то цветочки повесили. Следующий выход, мамы, покалимся. Повесили цветочки. А когда я сюда выбиралась на саду в последний раз? Зимой? Ты знаешь, никто в этом не виноват. Куда я ездила? Я не знаю. Ну, а потому что мне никуда не надо. Я и не приезжаю сюда. Я только все время собираюсь, собираюсь. Я никак не соберусь. Ты как бы хотя бы мир посмотри. Ну, понимаешь, мне, чтобы сюда приехать, это нужно просто, вот как бы, вот люди идут, смотри, ни пешеходного тебе, ни откуда не свалились, вот такие вот. Пешат. Ну, нельзя так. Нельзя. Опасно. Опасно. Люди же, вот смотри, машины остановились на светофоре, ну, так пройдите же до светофора, ё-моё. А, они спешат? Спешат они. А ты всегда все по правилам делаешь? Я через дорогу, понимаешь, я через дорогу хожу правильно, потому что я все время вожу внучку туда-сюда через дорогу, ну, как будет, когда мы идем на автобус, на тренировку. Я специально иду на светофор. А если бы тебе за светофор и километр? Даже, даже, когда, даже когда машин нету, горит красный, мы стоим на светофоре, и я внучке говорю, что вот нельзя идти. Не, ну, когда ты с ребенком, понятно, плохим манером не учишься. А когда я не с ребенком... То я, я через машину перепрыгну. Нет, ну, либо когда вообще машин нет, я могу перейти дарить. А когда я не с ребенком, не ваше дело. Это история умалчивая, только она не знает. Смотрите, какие цветочки висят, и тут у нас на столбах красивые. И лавочки красивые стоят, и олейки. Ой, мамка! А, ну что ты! А вот это вот, кто такой тут едет на каком-то двухколесном, а? Что это за безобразие? Вот это вот, безобразие и считаю. Сейчас мы снимем вас, товарищи. Нельзя ездить. Потому что, потому что. Понятно. Ты же понимаешь, почему нельзя? Конечно, я все понимаю. Главное, что мы друг друга понимаем. На нашем старорусском. Потому что он создает... Какой он там создает? Он создает баланс, не тот на дороге. Да. Вот я, например, всегда меня напрягала, когда рядом со мной какой-то велосипедист едет. Вот такой вот самокатист. Понимаешь? Слушай, и что теперь? Ну что, что? Аварийную ситуацию создает. Неправильно. Нельзя. Он не должен тут ездить по дороге. Слушай, подожди. Вот если бы он не должен был ездить вот так по дороге, наверняка бы его останавливали полиция. Да и? И отбирали... От жары попряталась куда-нибудь, где сплит все стены. Куда мир катится? Гаи попрятывают, самокатисты на дороге создают... Напрягают маму. Мне кажется, что если бы сейчас вот гаишник, как он бы стоял, ну, мне кажется, его бы тормознули и сказали, знаешь, мальчик, дорогой. Мальчик. Да. Иди куда-нибудь на самокате в другое место. Нет. Они бы сказали, иди-ка пешком домой, иначе мы твоей маме... Ну вот он мог бы хотя бы... Пожалуемся? У него же не электросамокат. А сейчас какой, блин, пешеход? У него электросамокат. Электросамокат? Что? Ты видела, он ногой, да? Он едет на двух ногах. А, ну, если электросамокат, значит, ему тоже нефиг делать на дороге. Но на пешеходке точно. Слушай, а ему тоже вообще нигде ездить. Негде. На пешеходе страшно. Была передача по телеку, я смотрела, думаю, да. Значит, самокаты у нас появились, а где им ездить на самокатах, непонятно. Ну, слушай, ну, на дороге тоже. Потому что водители его не воспринимают как водителя. Самокатист отдельная. Ну, это просто все равно, что самокат, какой-нибудь скейтборд, ну, только с моторчиком. Как бы, и все. Ну, и с ручкой. Ну, пешеходов они сбивают, тоже показывали по телеке. Да, конечно, это опасно, как бы, ну, видишь, люди катаются. Опасно очень много чего в жизни. Производство производят. Ну, не знаю, дорога для машин. Да, для машин, ну, не для вот этих вот. А мотоциклов. Тем более, понимаешь, если бы еще у него была полоса, вот эта велосипедная дорожка, да, когда вот там... Ну, у тебя влог на час, ну, тут уже практически приводит. Тогда бы уже... Да, ну, я хочу театральную еще показать. Ладно, сейчас паузу поставлю, потом подъедем чуть-чуть ближе. Смотрите, какой дом старинный, старинный-престаринный. А ты не знаешь, что это, что это, 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 это что-то интересный дом какой-то. Я забыла. Ну, я не знаю. И он рассказывал, что какой-то дом, он в фотке показывал, говорит, вот наберите вот это, вот это. Он там стоит космословных денег, на самом деле. Там высокие трехметровые потолки какие-то. Там, говорит, вот раньше жил какой-то, да, крутой чувак какой-то там, исторический, я не знаю. И там какой-то, раньше делали дома, там какой-то кирпич привозился, какой-то красный, итальянский кирпич. Короче, там все делалось такое, ну, привозное. И дом этот, ну, его не реставрируют, он, ну, как бы, чуть-чуть не реставрируют. Короче, вот кирпич этот не меняют, какой-то бредский, красный кирпич. И вот типа заводятся об этом везде, такого, дорогого. И чтобы его купить, он там просто сходил денег, чтобы не реставрируют. Ага. Там особняк какой-то был, вот особняк красный, из красного, итальянского кирпича. Раз, два, три, кавычки. Девочки, едем по Нахичеване, вот эти вот у нас линии тут справа-слева, и мы едем по, это советская, первая советская, да, которая выходит с театральной площади, прям выходит на площадь Карла Маркса и упирается в памятник Карлу Марксу. Ну, хотя там раньше когда-то стоял памятник Екатерине Второй, это еще когда было, до Советского Союза, в общем. Ты помнишь? Мне тогда не было, до Советского Союза. Ты что помнишь? Моя бабушка еще помнит. А подожди. А, ну бабушка помнит, помнит. А тебе, кто рассказывал, что он стоял и тут? Бабушка моя рассказывала. Она мне про Нахичева немного что рассказывала, да. Она тут жила. А которая армяночка? Да, моя бабушка армяночка, да, которая. Она тут Нахичеване и родилась, и выросла, всю жизнь прожила. Где она, кстати, вот тут будет? На 16-й линии. А дальше, да? Я не помню. Ну, 16-я линия. Это 20-я, это вот идет там, где Карла Маркса, да. Кстати, интересно. 18-я, 16-я, вот сюда идет. 18-я, потом 16-я. Мне интересно, как бы в адресе приехать, представляешь? Ничего там уже и неинтересного осталось. Интересного ничего не осталось. Там уже, да, много чего уже понастроили, позастроили. Ты была? Уже сто лет прошло. Ну, я как-то проезжала мимо и посмотрела, что там нет. Вот так, вот он, Карл Маркс. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! а где наша звезда здрасте а я уже с таки с такой прической не узнаю она не поняла тетя пришла за ней настя ты чё без рюкзачка закрытый да так посмотреть не увидим его тогда нет ты без рюкзака да пошли настя ты удивилась да когда тетя увидела вы видели какой у нас теперь хвост подрезали но ничего пускай ребенок отдохнет немножко от волос потому что в такую жару длинная очень коса тем более она заплетает редко тяжеловато а так легче уже да зашли мы в ларечек сейчас купили фруктов и в общем наслаждаемся фруктами и сейчас мы с тобой включим фильм приключение электроника да и будем смотреть мы будем смотреть и вам покажем и вы вспомните какой это фильм если вы его не знаете можете просто посмотреть половину я честно говоря этот фильм успела подзабыть я только помню одинаковые мальчики были все вот это начало фильмы я вообще не помню а там же кнопочку где у мальчика кнопка вот это что-то я помню у артисты хорошие басов караченцев там еще кто-то из хороших артистов 80 года фильм девочки это когда это я еще была совсем молоденькая молоденькая ну что пришло время прощаться всем пока пока девочки я тоже с вами прощаюсь у меня уже на завтра лежит посылочка из василька завтра с утра хочу начать уже снимать вам василек а это видео уже получилось длинным мы попутешествовали по городу чуть-чуть и в общем и спа и в общем много там чего я наснимала сама не знаю что я там буду монтировать но я так чувствую что наснимала уже много поэтому с вами мы прощаемся кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь кто не подписан пишите комментарии и до новых встреч всем пока 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 и у Субтитры подогнал «Симон»